Всем привет и в сегодняшнем видеоуроке по Adobe Photoshop и расскажу как можно добавить обводку вокруг вашего объекта на фотографии. Давайте же начнем наш видеоурок. Поехали! Итак, начну видеоурок. Сегодня работаю с вот этой вот фотографией, на которой изображен автомобиль. И первым делом давайте сразу же перейдем в layers и в layers найдем наш background, то есть основную картинку и сделаем ее копию. С помощью кабинации клавиш Ctrl J. Ну, Command на Mac аналогично. Background остается как в резервной и работаем дальше с layer 1. Возвращаемся к нашему фото и теперь на нем нужно вырезать основной объект, то есть автомобиль. Для этого я буду использовать Quick Selection Tool. Перехожу в панель инструмента, выбираю Quick Selection Tool, приближаюсь поближе к картинке. С помощью кабинации клавиш Ctrl Plus, Ctrl Minus или же зажатого Alt и колесико мышки. Теперь с плюсовым инструментом, точнее инструментом в плюсовом значении, я беру и вот так вот выделяю с помощью зажатой левой клавиши мыши объект, то есть автомобиль. Если при работе с данным инструментом вы, скажем так, вылезли немного за края и нужно убрать лишнее выделение, для этого используйте инструмент в минусовом значении. Ну, или же можно просто зажать клавишу Alt и у вас инструмент сразу же автоматом переходит в минусовое значение и можно убрать лишнее. Впускаете Alt, он возвращается в плюсовое. Ну и вот уже, в принципе, закончил выделять картинку, получилось вот что-то такое. Но мы видим, что есть некоторые вот неровности, там грубоватая как-то маска, это все, точнее выделения грубоватые. Для того, чтобы это исправить, мы можем воспользоваться сглаживанием маски. Для этого поднимаемся в верхнюю часть окна, добиваться в пункту Select, в пункте Select опускаемся к пункту Modify, а в пункте Modify ищем пункт Smooth. У нас открывается вот маленькое окно, в котором у нас есть всего два параметра. Галочку сразу же снимаем, она нам не нужна, а значению в пикселях указываем что-то между под 7 и где-то 25 пикселем. Я вижу, что 15 пикселей мне хватит с головой. Нажимаю клавишу ОК, видно, что все неровности пропали, все выровнялось, все стало красиво, как в принципе нам и нужно. Дальше все можно сделать как бы немного сложнее или же попроще. Сложнее это воспользоваться еще Select and Mask, там подправить, потом вывести это все дело с маской, потом еще маской можно подправить. В принципе по этой фотографии я думаю, что толку заморачиваться нету, потому что это просто обводка. Мы сделали плавную маску, что в принципе нам и нужно, а белая линия, она полностью скурает все наши недочеты, которые после этого останутся. Просто приближаемся к нашей картинке, точнее можно не приближаться, вы нажимаете правой клавишей ПОК по фото, открывается у вас выпадающее огонь, в котором вы ищите пункт Layer via Copy. У вас сразу же создается Layer 2, который у вас идет копией вашего выделенного слоя и будем работать дальше с ней. На нашем Layer 2 в пункте Layers нажимаем два раза левой клавишей мыши, открывается окно Layer Style, в котором мы можем найти пункт Stroke. Нажимаем на него, после чего сразу же видим, что появилась какая-то обводка стоковая, но нам это не нужно, нам нужно свое. Мы выбираем сразу же Color любой, который нам подойдет, но я выберу просто белый. Кстати, если вы хотите, можно выбрать здесь сразу же и градиент, например, вот такой вот интересный цветной. У вас будет полностью по контуру переливаться градиент. Ну, я выставлю просто элементарно белый цвет с помощью Color. Вот, здесь галочку снимаем, Opacity 100, Blend Mode Normal, Position выставляем Outside, то есть внешнюю обводку. Так, и Size выставляем здесь вот уже на ваше высовое усмотрение, можете больше, можете меньше. Я вот выставлю 16 пикселей, в принципе, выглядит нормально, я думаю, что вот пусть так и будет. Нажимаю клавишу ОК, это все применяется, и вот мы получили наш результат, который мы и ожидали. То есть, вот было фото вот такое. Теперь, когда мы включаем нашу картинку, мы видим, что у нас появляется вот такая вот белая обводка, которая у нас была и запланирована. Так что на этом, я считаю, можно закончить наш видеоурок. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом видеоуроке, но также подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки под этим видео, делитесь данным видео в социальных сетях. Всем спасибо за просмотр и всем пока.